Здрасте, мои дорогие зрители и подписчики! Приветствую вас на своем канале! Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Сегодня тема нашего расклада будет такой. С кем он сейчас и что происходит в его жизни? Настраивайтесь, пожалуйста, на мужчину, представляйте себе его энергетику, его глаза, тем самым настраивайтесь на расклад. Расклад, как всегда, будет общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю, поэтому карты я читаю в общем. Но каждый услышит то, что касается конкретно его в момент просмотра. Как всегда, повторюсь, если не верите, пожалуйста, посмотрите, проверьте, напишите мне, что-то у вас проигралось, не проигралось, весь расклад, скорее всего, у вас проиграется в той или иной степени. Также рекомендую смотреть это видео и все другие видео моих раскладов от начала до конца, потому что информация идет до последней карты. Итак, с кем он сейчас и что происходит в его жизни? Давайте смотреть мужчину. Мужчина, вы знаете, запутался сейчас, не знает, что делать, какая-то сложная у него ситуация, да, либо какой-то переходный период может быть. Да, вы знаете, какой-то переходный период, то есть складываются обстоятельства так, как он не планировал, и здесь изменить он ничего не может. То есть здесь, в принципе, идут изменения, мир здесь проигрывается, да, старший аркан у нас. То есть он сейчас, может быть, думает, вот знаете, как быть дальше, что делать ему, как дальше строить жизнь, как быть семьей, как быть самому, кто он в этом мире и что его ждет. Ну, вот такие серьезные такие, у него какие-то мысли сейчас, какие-то события происходят. Ну, однозначно, то, что вот он задумывал, паванировал, складывается как-то не так, как он думал. Он здесь, вы знаете, сейчас, скорее всего, отгородился от всех всего, да, младшельник здесь думает очень много, больше проводит времени в одиночестве, один на один, это время, необходимое ему. Это отиночество, необходимое ему для трансформации, может быть, да, как-то в депрессии человек находится, возможно. Это нужно, чтобы обрести уверенность в себе, силу восстановить энергию, да, очень это время ему нужно. Ну, что-то там, какие-то процессы происходят. Шестерка Пентакли. Здесь, скорее всего, дело связано с работой, с тем, как вот он себя именно ощущает в обществе, в коллективе, да, то есть тут дело не касается сейчас любви вообще. Вот. Давайте смотреть, с кем он сейчас, с кем, кто рядом с ним. Это же нас интересует, да. Какая женщина рядом с ним. Десятка чаш здесь. Мужчина полон чувств, эмоций. Здесь, вы знаете, по семерке мечей. Возможно, с той женщиной, о ком вот он думает, кому эмоции, чувства, с кем, может быть, была семья, союз, да. Тут, возможно, сейчас была какая-то ссора, разлука, да, что-то такое не сложилось. Повздорили, возможно. А мужчина здесь, паш, чаш, мужчина влюблен. Может быть, вот сейчас, видите, буквально заливает все это разными напитками, да. Но мужчина думает сейчас и о своих чувствах, вот как ему плохо, как он переживает из-за вот этой ссоры, разлуки, там, да, расставания или еще что-то. Да, шестерка чаш постоянно вспоминает, вспоминает те отношения, вспоминает. Любовь думает о ней, мечтает о ней, очень рассчитывает на встречу. Но, вы знаете, такой тут негатив сильный, что он очень страдает. Ну вот если вы расстались, поссорились там, да, или не общаетесь, он очень страдает и находится в депрессии. То есть, вот сейчас, ну, не выходит там никакая женщина. Не знаю, вот видите, не выходит. Там депрессия, зависимости могут быть. И человек хочет быть один. И только и думает о том, что было, и какой он дурачок, как он потерял все это. Вот. А что вообще, из-за чего? Давайте смотреть так. Так, что вообще там повлияло на это, что? Ага, ну, он пытался сделать какой-то тут выбор, видите. Куда-то двинуться, выбрать что-то. Все, и мы тут нашептывали, что это тебе не подходит, это не твое, да ты достойный лучшего, да. Вот. Куда двигаться? Ты вот здесь весь такой король чаш. Мужчина водной стихии здесь проигрывается по основному знаку, либо по асценденту. Мужчина чувственный, творческий, врачи, психологи, да, музыканты, художники. В принципе, такие душевные, с богатым внутренним миром мужчины проигрываются, да. Он тут, вы знаете, пытался выбрать, как ему лучше, именно думая о своих чувствах, именно о себе. То есть тут эгоизм был проявлен, говорят нам карты. Однозначно. То есть он не думал о чувствах ваших, либо, да, второй половины своей. Вот. И, понимаете, все время ему было как-то некомфортно. Он все туда-сюда. Были бесконечные качели, скорее всего, в этих отношениях. Ну, бесконечные. Тут и двойка жезлов, и двойка пентаклей, бесконечные какие-то терзания. А то, а все, а может, а нельзя. Да, и вот он все. Хотя отношения здесь у многих, может быть, кармические. И, возможно, кстати, может быть, тут шел вопрос о заключении брака каком-то, да. Вот такие вот. О таком, может быть, вы были в браке тоже, да. Ну, вот он все время демонстрировал эгоистичность. И вот были бесконечные. Хочу, не хочу, буду, не буду, люблю, не люблю. Ай, да. Ну, тут, смотрите, мужчина, может быть, еще и земной стихии. Либо тут, знаете, искал как бы выгоду в себе. Боялся ответственности, не дозрел до ответственности, да. Вот до той ответственности как бы незрело подходил, вел себя как-то глупо, скорее всего, говорят нам карты. А вы тут императрица, понимаете. Вот женщина. Вот он кем был, посмотрите. Вот вы были вот такой шикарной женщиной, да, прекраснейшей. И он любил, и любит вас он, и видит вас прекрасно, и все. А он вот таким вот мальчиком, вот здесь вот, да, вот с саблей на, да, в руках, вот, понимаете. И восхищался вроде вами-то, и должен был тут чуть ли не в ногах валяться, целовать, да. А он все о себе, и все какой-то незрелость, да, проявлял. Друзья, может, там, да, еще что-то были более ценные. Извините, вот отсвечивает, не могу отрегулировать никак свет. Вот, поэтому... Может, не ругайтесь, девочки, на меня за это вот так временно. Вот, что еще? Ну, а теперь, понимаете, заливает, скорее всего, я вам сказала, до горя, под зависимостями, бездействует, взвешивает. И никаких от него особых движений нет, на паузе все. Знаешь, переливание из пустого в порожье идет. Но, вы знаете, страсть-то здесь осталась, и желание здесь осталось. Желание действовать, и желание все-таки добиться своего. Он вас не забыл, нет. Не забыл он вас, и вы здесь и супругой могли быть его. Ну, парой вы были однозначно. Можете быть и матерью детей, да, и вообще, как бы, серьезные отношения, скорее всего, у вас тут были. Вот, ну, вот я вам говорю, умеренность, сейчас пока ничего. А почему? А потому что мы все такие гордые, понимаете? Нам нужно вот приехать вот такому шикарному, чтобы нас вот здесь вот встречали. Чтобы не он здесь такой маленький был, а чтобы вот эта шикарная женщина тут вот перед ним стелилась. Вот что тут, понимаете? А через это надо переступить. А тут зависимости, тут сексуальная привязка и кармические отношения, да. Вот карта дьявола, здесь старший аркан выходит. Я вам покажу, потому что отсвечивает. Вот, и вот, понимаете, вот. Там вот идет эта манипуляция, поэтому вроде и хочется. А на ушко-то нашептывают, да что ты такой ведь, ты такой ведь весь, подумай о своих чувствах и так далее. И вообще, прими-ка ты успокоительная, да. Ну, я преувеличиваю, вот, да. И тут, скорее всего, мужчина сам все и разрушил, и пытался несколько раз, может быть, рушить. И рушит сейчас свою жизнь, ну, я не знаю, у кого это, да, проигрывается. Вот такой канал открылся сегодня у нас. Вот. Злится он на себя, и то, что с зависимостями справиться не может. Вот. Да, и вообще, ну, ничего не поделаешь. Семерка Пентакли, и ждет он, знаете, чего-то он ждет и выжидает. Вот и умеренность, Семерка Пентакли, чего-то мы выжидаем, ждем результата трудов. По работе как-то тоже, я вам сказала, да, не складывается что-то там, какие-то сложности. А вы здесь ценная очень женщина, королева Пентакли, женщина, за которую нужно брать была ответственность. Женщина ценная, женщина, которая, ну, хочет жить в хороших условиях, серьезная, да. Возможно, вы здесь земной стихии по основному знаку или по асценденту. Вот. Поэтому вы вот эту серьезность ему давали. Сейчас ему этого не хватает, он потерянный. Вы ему нужны, вы прекрасная императрица, королева Пентакли. Такая приземленная, серьезная женщина, да, которая ценит материальный достаток, хочет иметь дом, семью, берет ответственность соответствующую, да. Ну, а тут колесница, а он хочет двигаться вперед, понимаете. Хочет вроде и развиваться, вместе с вами хочет двигаться вперед. Но пока что вот никак. Здесь вы также, знаете, можете быть представителями разных культур, религий, наций, жить в разных странах, городах. Да, вот. Ну, то есть, ну, пока что, пока что вы вместе. Вроде как и вместе никак, и врозь никак, в одной пряжке. Надо бы, как бы, двигаться вперед. Здесь может он приехать, дать о себе знать. Паш Пентакли, опять же, да, все-таки как-то проявиться он должен. Но в его жизни сейчас ничего яркого не происходит. Женщины там нету, как мы посмотрели, да, вот. И состояние-то у него не очень. А он, вот, вы смотрите, вы здесь пара, он здесь тоже король Пентакли. Возьмет он, скорее всего, ответственность, придет он к этому. Вот, он король Пентакли, вы королева Пентакли. Будете вы, скорее всего, вместе. Выйдет он на связь, вот, даст о себе как-то знать. Скорее всего, может быть, и напишет, да, сообщение, какой-то будет новость. Но идет у него сейчас вот эта трансформация, взросление. Они, знаете, они могут быть и в 40 невзрослые, и в 60 невзрослые, и в 80, да. Ну, всех по-разному. И поэтому тут дело не в возрасте. Вот, но семерка жезлов, понимаете, все-таки будет какой-то. Он выйдет на связь, и вы поговорите, говорят нам карты. Вы поговорите, все обсудите здесь. Будет какое-то развитие обязательно событий, да. И в дальнейшем это приведет к вас, вы знаете, вы проясните очень многое. Может быть, восстановится отношение, может быть, как-то начнете общаться. Но будет положительная динамика однозначно. Поэтому не теряйте надежду. Не теряйте надежду. Вот, не страдайте, самое главное. Мужчина здесь страдает, скучает. Вы не поддавайтесь вот этим вот негативным энергиям. Сейчас они не нужны никому. Да, страдания, вот это вот невера в то, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Вы здесь посмотрите, королева чаш. Вы будете держать вот эту чашу любви, эмоций. И он вас любит. И вы еще это все будете иметь. Ну, сейчас вот такой период. Да. Ну, что делать? Вот, но он вас не забыл. Он по вам скучает. И чувства здесь есть. Это самое главное, что вам нужно знать. Вот. И вы, кстати, тоже еще любите. Вот здесь женщина может быть вводной стихии. Но это не обязательно. Здесь дело именно о чувствах. Вот. Ну, вот такой расклад у нас получился. Я желаю вам огромного счастья и большой любви. И, пожалуйста, пишите, как проигрываются расклады. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк. Благодарность мне за видео, чтобы уравновесить наши энергии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok